Тоже революционное для Москвы, это создание, по сути дела, нового городского транспорта, связывающего, идущего насквозь через всю Москву, от ближайших пригородов через Москву до следующих пригородов. Наземная метро, конечно. Да, наземная метро. Ну что, я вас поздравлю. Спасибо. Я от имени москвичей вам спасибо. Спасибо огромное. Вам спасибо. В сторону Одинцова. От Одинцова до Лобни полтора часа. Да, ну 86 минут. 22, по-моему, до Деворусского. Экономия 30-40 минут, вот если двигаться на машине. Это пересаживаться можно будет на метро и на... На другие радиальные направления железной дороги, на МЦК. Это бесплатная пересадка. Самое главное. Просто сейчас как? А платить карты можно будет? А платить единые карты. Сейчас как? Вот они платят, например, 140 рублей за проезд на железной дороге. Ну можно и не карты, можно и... Телефон. Просто телефон прикладываешь и все. Такой же билет МЦК и первое МЦД. Конечно, такое революционное событие. Вот и стоимость, Валерий, вообще-то, конечно, нас зарвет. Здесь будет интенсивность сумасшедшая. Представляете, из Подольска 150 рублей стоят? Валерий, конечно же, в Санкт-Петербурге. Отлично. Отлично. В обратную сторону. Первый поезд, собственно говоря, который мы сегодня представляем вашему вниманию Асинхронный поезд, это поезд Иволга В чем его конструктивные особенности? В том, что, во-первых, он ускоряется Вы видите, он до 60 км в час ускоряется за 15 секунд Это реально три Боинда Дринлайнер, 500 тонн веса 15 секунд, он ест 60 км в час Вторая, то есть и это на 30% выше, чем все наши конкуренты Аналоги, которые даже в России эксплуатируются Вторая история, это вместимость Больше 2000 пассажиров в 7-вагонные иволги помещаются единовременно Сделано адаптивное освещение Вечером помягче, утром более агрессивно Все поручни покрыты специальным покрытием, которое дает возможность быть более теплым Чтобы комфортно было для руки Установлена система климатического регулирования с 19 до 24 градусов Поэтому для пассажиров сделано, собственно говоря, вот все, что только можно себе представить Если можно, просьба От наших тверских, так сказать, заводчан, которые очень вам благодарны за ту поддержку, которую вы оказали А мы им благодарны за то, что они делают Оставьте, пожалуйста, на память для нашего музея Субтитры создавал DimaTorzok